В Верхневолже восстанавливают электроснабжение в ряде населенных пунктов, где в ночь 27 на 28 октября в связи с неблагоприятными метеоявлениями произошло частичное отключение электроэнергии. О ситуации было оперативно доложено губернатору Игорю Рудене. Восстановление электроснабжения находится на личном контроле главы региона. Вечером 27 октября и ночью 28 октября на Тверскую область, как и на весь центр России, обрушился штромовой ветер с силой свыше 23 метров в секунду. В итоге без электроснабжения остались десятки населенных пунктов в разных районах Верхневолжья. Наибольший ущерб стихии нанесла электросетевому хозяйству Вышневолосского и Кашинского городских округов, Беженского, Балаговского, Калязинского и Кисовогорского районов. Создана группировка сил и средств от пожароспательных гарнизонов. В Главном управлении Чистос России в Тверской области работает оперативный штаб. Подразделения проведены в повышенную готовность. Ситуация находится на контроле у губернатора Тверской области. Все мероприятия спланированы. Производится перегруппировка энергетиков для того, чтобы в кратчайшие сроки запитать всех потребителей по штатной схеме. В зонах отключения ведутся аварийно-восстановительные работы, возобновление подачи электроэнергии. На местах работают специалисты Россети-центр, ОАО «Опора», МЧС России по Тверской области. Всего задействовано 125 бригад, 132 единицы специальной техники и 425 человек. Были проведены работы по распиловке деревьев, которые попали на провода, до чего привлекались силы пожароспательных подразделений. Что касается ситуации в городе Твери, то специалисты МУП «Тверь-Горэлектор» приступили к устранению повреждений на электросетях минувшей ночью. По данным на 28 октября, электроснабжение восстановлено на Петербургском шоссе, улицах Хромова и Седова, в поселке Сахарова. В основном от прорыва фетра пострадала сеть уличного освещения. Продолжение следует...